День. Ну что, сегодня у меня, как говорится, день красоты. Подстриглась. Ну, стрижка это такое. Уже почти год прошел, как Алла наконец-то набралась смелости, смелости и сделала себе брови. Вы помните меня? Как я? Сколько карандашей я использовала, цвета не подходят, это вечно проблема какая-то. То неровно нарисовал, не хочется выглядеть клоуном. И я у Насеньки сделала брови, я такая благодарная ей. И сегодня я хочу немножко, вот если так внимательно посмотреть, посмотрите, пожалуйста, на мои брови. Здесь уже вот отросли нужно их сделать. Сделать надо коррекцию, потому что я изначально не хотела сильно таких, знаете, темных. И Настенька выбирала, поэтому я сегодня еду на коррекцию. Нужно убрать волосяные покровы вот здесь, чтобы не быть тараканом, усатым, полосатым. Едем сейчас вместе с вами к Настеньке. Я вам все покажу, я даже возьму, найду, где-то у меня маленький сюжетик есть, как мне это все начиналось, а как это все рисовалось. Вот так все начиналось, ребят. Вот так все начиналось. Решилась я, пришла. Ты нашла видео. Вот так сделайте, вот так сделайте, вот так сделайте. Все одинаково, правда? Все замечательно. Ну все, теперь с красной сделаем чем, а не будете мне, я потом вам расскажу. Короче, поехали мучиться. Вот так вот я мучилась. А теперь смотрите дальше. Рисовалась. И что я скажу? Ребят, я очень довольна. Я так себя корю за то, что я как дура, извините за выражение, сколько терпела, боялась. Чего бояться? Я думала, все, это сделают, это же не смоется, это ничего, это беда. Сейчас настолько технологии шагнули, что не будет у вас, я просто видела примеры того, что я бы никогда так не сделала. Черные, нарисованные. Знаете, как взял фломастер, вот так нарисовал. Не естественно. Но вы видите, что у меня брови естественные. Я вот год, я ничем их не поправляю, ничем абсолютно, ничем не подкрашиваю. Вот как они есть, так они и есть. Ну плюс еще купаюсь в бассейне, а в бассейне есть химия, поэтому немножечко вот осветлилось. А тут вот иду сейчас это все ремонтировать. Как это все будет, я вам обязательно покажу. Поехали вместе со мной. А может и вы решитесь. Хотя много моих подписчиц, моих знакомых именно по каналу уже сделали. Сделали, ну не только в нашем городе, а и в других городах решились на эту процедуру. Поехали, а то еще опоздаем. Далековато сегодня пришлось встать, потому что машин много, негде пристроиться. То за выезд, то еще что-то. Так что пройдусь пешком чуть-чуть. Это находится на улице 29 сентября, где раньше баня у нас была, справа, видите, милиция. Это от центра, от дом торговли, оттуда идти, оттуда. И вот, пожалуйста, мы уже пришли чуть-чуть, я прошлась тут вот, Деордеева. Вот, видите, вот наверху. Мы были с вами здесь на Коломенюку, они были, а потом они переехали сюда. Вот так вот заходите, тут все открыто. И вот их, видите, вот прямо никуда не заходите, вот. Давайте связаться с ними. Все, пойдемте. Только заходите, сразу надевайте бахилы. Потому что здесь пол, смотрите, просто он весь смысящий. И я немножечко раньше на 5 минут пришла, поэтому Настюну подожду. Здесь очень классно делают татуировки. Здесь очень хорошие, ну, профессиональные специалисты. Она мне Настенька говорила. Вот такие все одноразовые, видите, как оно в рулоне так классно. Раз, они смотали, ищите, выбросили. Все чистенько, все красивенько. Вот. Знаки. Даже конфетки есть, девочки. Вот конфетки даже есть. Вот водичка есть. Здесь тоже, тут делают это все. Здравствуйте, пожалуйста. Рои, усы. Ну, наверное, крашут, красят. Красивенько, да? Так что мы подождем чуть-чуть. У кого такие часы я видела? А, вспомнила Олинуськи. Так, все со вкусом, ничего лишнего нет. Диванчик такой. Даже можете фотографироваться вот здесь, на этом диванчике. Фотосессия сделали, красивый был. И фотосессия сразу. Так, ладно, это просто так, знаете, как отступление, чтобы вы не боялись. Ничего тут страшного нету. Приходите, вас тут все примут хорошо, все сделают. И самое главное, что это не больно, ребят. Плохо диванчика не видно. Вот так я на диване сижу и рассказываю вам. Я очень боялась, что это будет ужасно выглядеть. Знаете, как я как клоун буду с такими бровями. Но и потом я что-то думала, что это очень-очень больно. Но еще говорю, что жалко потерянные годы. Все-таки вот год уже прошел. Ну, чуть-чуть там еще до года осталось. И самое главное, знаете, не было такого же там шелушения, какие-то вавки там, ничего. Мне дали такую микстурку, там сказали, купите на копейки стоит. У меня до сих пор она есть. И вот я просто протирала, просто протирала и все. Ну, не мылила, ничего. И все, слава богу. Так что. Это, видите, этот вопрос решился. Еще вопрос решится. Вот это где-то вот это вот все. Но мне посоветовали, знаете, вот это интервальное голодание. Очень хорошая вещь, ребяточки. Я, наверное, попробую, прилечу и попробую. Там последняя еда, например, в 6 часов вечера. Вы все можете кушать. И до 10 утра вы ничего, только воду можете пить. Шикарно, правда? Ночью, что мы не кушаем, мы спим. Самая легкая это диета. Потом с 10 вы опять кушаете, кушаете все. И до 6. Можете сделать до 5, кушаете до 9. Тогда в 9 тогда у вас будет открытая опять еда. Так что я же говорю, что вот мне что нравится, там парикмахерскую пошел, тут пришел на брои. Там где-то пошел на какие-то ресницы, на какой-то шу-шу-шу-шу-шу. Женщины все знают, женщины все рассказывают. Поэтому это очень хорошо. Но сегодня я, наверное, самая первая, потому что я с утра все решаю, как обычно, делать с утра. Хотя у меня сегодня очень много всего там накладок. И еще и по страховке надо ехать по машине. Ну, с утра. Кто рано встает, ему Бог дай. Так что ждем. Смотрите, ребяточки, я сейчас одела очки. Потому что Настенька мне сделала то. Я сейчас буду смотреть, что мне нравится, что мне не нравится. Что убрать, что не убрать. Ну, мне нравится. Просто сейчас в очках так хорошо вижу свои там эти брови, которые, кстати, растут наверху. Вы знаете, как так все это быстро. Так, сейчас, секундочку. Смотрю, вы вместе со мной смотрите. Что? Это вы вправе руководить, как вы хотите. Мастер видит это так. А я вижу это по-другому. Или там. Так. Как я вот, все мне нравится. Вот чуть тут уголок мы сейчас добавили. И все хорошо. Замечательно будет. Вот видите, как. Ну, вот смотрите. А то я вам показываю. Вы меня хоть видите или нет. А то если она близко встала. Думаю, я то вижу, а у меня нет. Сейчас, я даже Настеньку спросила. Она говорит, ничего страшного. Оно все станет светлее. Не будут такие темные. Знаете, как непривычно. Ну, смотрите, маленькие такие, не широкие. Ну, на Брежнево они похожи. Единственное, что плохо, что нету девочки, которая занимается вот этим воском. Пойду буденным с усами, но уже буду заниматься, думать, а думать. Ну, просто у них новая девочка. Она сейчас обучается и будет. Ну, это же такая, знаете, как говорится, ситуация. Она сегодня сидит. Видите, вот. Так что, если что, девчонки, приходите. Вот, знаете, вот у меня знакомая делала здесь, только у девочки другой. Она делала эти брови два часа. Ну, вот Настя, она делает это очень быстро. Не знаю, сколько мы минут делали. Минут десять, да, коррекцию делали. Так что, девчонки, я вам все показала, где-то она находится. Приходите, пожалуйста, вот сюда, вот. Еще раз вам, пожалуйста, потому что вы меня спрашиваете. Я, может, неправильно фамилию скажу, или что? Вот, вот ихняя ссылка. Пожалуйста, телефон, звоните. Вы живой, я живой пример того, что было год назад и что сейчас. Я очень довольна. Все, эта процедура закончена. Поехали дальше по делам. На этом дела в городе у меня не заканчиваются. Хотите посмотреть, как на улице смотрится? Сейчас. Смотрите, я вышла. Вот вроде, ну, вы поймите, что глаза не стрелочки, ничего нету. И после того, как было, вот я заходила сюда, конечно, вроде кажется темненько. Но все будет хорошо, все будет замечательно, все будет, цвет выйдет. Буду смазывать даже в дорогу, в дорогу. Я говорю, да я на машине не... Нет, даже в дорогу дают спонжик. И в тот раз точно так же. Я буду просто протирать, пока я себя буду в машине протирать, протирать. И, видите, не очень красный. Ой, сейчас вы ничего не видите, потому что солнце. Сейчас, секундочку, я зайду в тенечек. Не очень красное. Но, честно скажу, вот это я делала, получается, в третий раз. Сегодня у меня было самое больное. Ну, как, не больно, а, знаете, это как щипает-щипает. Первые два раза это вообще, я просто лежала и дремала. Первый раз так вообще дремала. А сейчас немножечко было, как будто так немножко больно. А так замечательно. Все, я с бровями. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok